Краснодарский край Белописные реки, озера и водопады впечатляют миллионы людей со всего мира. Но природа Кубани – это далеко не все, что из года в год привлекает туристов. Множество уникальных храмов и монастырей сделало Краснодарский край одним из центров притяжения паломников со всей страны. Здесь памятники архитектуры поражают воображение. Сюда едут за экстремальным отдыхом и античной историей. Восстановить здоровье и проникнуться кубанской культурой. Несмотря на свое гостеприимство, этот край по-прежнему хранит множество удивительных мест, скрытых от глаз человека. К ним нелегко добраться по земле, но, воспарив на сотни метров, можно увидеть их все. Это проект, который дает возможность по-новому открыть для себя Краснодарский край. Это курортный атлас. Горячий ключ. Город с удивительной природой и уникальными целебными источниками. Это современный курорт, где есть возможность хорошо отдохнуть и восстановить силы. Своим появлением город Горячий Ключ обязан минеральным источникам, которые использовали для исцеления различных недугов еще тысячелетия назад. Люди давно заметили, что вода, бьющая здесь из-под земли, улучшает самочувствие и помогает в лечении болезней. Отличительной чертой Горячий Ключевских источников является высокая температура. Потоки воды, которые выходят на поверхность земли, имеют температуру от 37 до 60 градусов. Горячий Ключ – город-курорт, известный как в нашей стране, так и за ее пределами. Город не зря носит название Горячий Ключ. Здесь расположено множество источников, воды которых считаются целебными. Самое известное в этом отношении место – целебный парк. Уже по его названию становится понятно, что здесь можно не только оздоровить тело, но и восстановить силы. Целебный парк был создан еще в далеком 1870 году. Практически сразу же после того, как Горячий Ключ стал популярным бальнеологическим курортом. Так что это замечательное место, кроме своей естественной красоты, может похвастаться еще и долгой историей. Одна из визитных карточек парка – длинные аллеи, которые протянулись в разных направлениях. Прогуливаясь по ним, легко представить, как в конце позапрошлого века здесь также неспешно гуляли дамы и кавалеры того времени. Целебный парк был разбит таким образом, что вполне органично сливается с естественным лесом. Гуляя по парку, можно выйти на различные туристические тропы, которые непременно приведут путешественников к достопримечательностям. А вот и первая из них. На западной окраине города Горячий Ключ, у подножья Абадзехской горы, ютится православная церквушка – часовня в честь Иверской иконы Божьей Матери. Раньше на ее месте бил целебный родник, который в народе называли Иверским. Воды в нем были железистые, насыщенные минералами и полезными микроэлементами. Однако же в 20-х годах 19 века в результате грунтового сдвига Иверский источник иссяк. В память о нем остались лишь чаша раковина и часовня. Среди всех достопримечательностей Горячего Ключа, часовня в честь Иверской иконы Божьей Матери выделяется особо. Ведь история курорта началась именно с освещения таких минеральных источников. Неподалеку от Горячего Ключа находится урочище Поднависло. На этой поляне во время Великой Отечественной войны располагался дом семьи Ханжиян. В нем размещалась полевая медсанчасть. А вся семья Ханжиян помогала раненым. Сотни солдат, которые погибли в боях, похоронены здесь на поляне возле дома. Молодая девушка Аршалуйс однажды поклялась, что навеки останется охранять покой солдатских могил. Свои клятвы она не нарушила. Всю свою жизнь Аршалуйс жила здесь и ухаживала за братской могилой. Когда могилу решили сравнять с землей и построить на этом месте коттеджный поселок, женщина вышла навстречу бульдозерам со старым отцовским ружьем и, сделав два выстрела в воздух, повернула технику назад. Многие десятилетия она встречала здесь ветеранов. А в 1997 году стала лауреатом Всероссийского конкурса «Женщина года» в номинации «Жизнь. Судьба». В 85 лет Аршалуйс Ханжиян ушла из жизни. И по завещанию ее похоронили рядом с братской могилой. 9 мая 2000 года в Подновисле был открыт мемориал. Это памятник не только павшим солдатам, но верный своему слову Аршалуйс Ханжиян. Рядом с городом на берегу реки возвышается скала Петушок. Самая известная природная достопримечательность горячего ключа. Утес имеет причудливую форму. Если смотреть на него со стороны, каменные зубцы на его вершине напоминают петушиный гребень. Отсюда и название. Существует легенда, повествующая об истории этой скалы. В древние времена на Абадзехской горе стоял богатый княжеский дворец с роскошными садами, парками и залами. Но главным украшением замка была прекрасная дочь князя. Однажды к ней посватался молодой вельможа, сердце которого было холодным и черствым. Девушка отказала ему. Тогда обиженный юноша обратился к злому колдуну, и тот превратил его в черного лебедя. Когда молодая княжна увидела этого лебедя на голубой воде псикупса, то, не удержавшись, погладила его. И в тот же час все тело княжны покрылось ранами и язвами. Князь и его жена дни и ночи молились об исцелении дочери. И боги услышали их молитвы. Они заточили жестокого юношу в скалу. И тогда его слезы потекли ручьем с горы. Княжна умылась этой водой и в тот же миг исцелилась. С тех пор слезы раскаившегося молодого князя исцеляют недуги других людей. Так говорится в легенде. Таков горячий ключ. Город, где из-под земли бьют источники целебной минеральной воды. Где расположены многие культурные и природные достопримечательности. Это здравница, курорт и, без сомнения, прекрасное место для отдыха. Таков удивительный и неповторимый мир Кубани. Нам еще многое предстоит увидеть, узнать, понять, прочувствовать. Природные богатства, исторические памятники и достопримечательности. Впереди нас ждет много интересного. И пускай люди не летают, как птицы, у нас все же есть возможность увидеть этот мир с высоты птичьего полета. Субтитры создавал DimaTorzok